Всем привет, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись, у меня накопилось очень много покупок с Черной Пятницей, и я буду потихонечку вам показывать в этом видео часть. Еще мне не пришло, я заказала, еще не пришли покупочки с Черной Пятницей оставшиеся. И давайте начнем. Я хочу начать с уходового средства. Давно не показывала уходовые средства. В принципе, я не очень их люблю показывать, потому что забываю дома, потому что снимаю в студии, или потому что не для каждой кожи подходит. Но я хочу показать вам вот такой крем от Dior. Называется он Hydra Life. Есть в двух вариантах. Есть более гелевая версия, вот как у меня, это для жирной кожи, и есть более увлажняющая для сухой кожи. У меня Fresh Hydration Sartbead Cream. Очень приятный, очень освежающий, легкий, такой вот гель, гелевая текстура. Я пользуюсь им уже больше месяца, и мне очень нравится, как дневной вариант крема, как дневной крем, именно для комбинированной жирной кожи. Конечно, если у вас сухая кожа, то будет увлажнений достаточно. Но так как я живу все-таки в южном городе, да, и у меня даже сейчас зимой не сохнет кожа, возможно, если вы живете в более холодном климате, то даже для комбинированной кожи может быть маловато. Но мне кажется, что комбинированную кожу нужно увлажнять и не перегружать, чтобы она не чувствовала тяжести. Вот этот крем, он невероятно классно пахнет, он вот такое свежее ощущение, утром немножко прохладный, очень приятно. Я использую его уже больше месяца, и, наверное, я бы повторила его еще. Мне очень нравится для моей кожи, потому что кожа, которая комбинированная, жирная, она не хочет, чтобы ее перегружали. Тяжело использовать крема сильно увлажняющий, иначе ты чувствуешь себя как в парнике целый день. Дальше я хочу показать вам вот такое масло-спрей для волос от фирмы Estelle. Несмотря на то, что фирма Estelle это такой бюджетный российский бренд, но я уже использовала маску. К сожалению, она у меня закончилась, и баночку я вам не покажу, но, возможно, если повторю, обязательно покажу. И я решила попробовать по отзывам вот это масло-уход называется, масло-уход для светлых волос. Это как бы распыляющее масло в распылителе, вот такое. Оно не спреем распыляется, а просто во ладошку набирается небольшое количество масла и наносите на влажные волосы. Очень мне понравилось, потому что я борюсь с сухостью волос, потому что я их окрашиваю в блонд. И поэтому у меня, конечно же, волосы портятся. И я всегда пользуюсь маслами после мытья, иначе у меня они спутываются, волосы, или сохнут. Хотя мой прикмейкер сказал, что масло для волос это не лучший вариант, нужно пользоваться сыворотками. Но я уже несколько лет сижу на маслах с тех пор, как я начала краситься в блондинку. И мне это помогает моим волосам выглядеть хорошо без сухости излишней. И вот это очень классная штучка, порядка 600 рублей стоит. Очень приятный запах, не жирнит волосы. У меня было масло макадамии, которое мне жирнило волосы периодически. Вот это, в принципе, достойный вариант бюджета. Самое главное, что делать масла, они просто обволакивают волосы, помогают расчесыванию. Они, конечно же, не лечат, не заполняют структуру волос. Они просто помогают выглядеть волосам окрашенным, осветленным, более достойно и нормально. Дальше хочу показать вам вот такие три тинта. Я долго не решалась их покупать, потому что у меня были тинты от ДНС и Марикс в таких же футлярах. Ну, подобные лаплана тинты, которые быстро высохли у меня в тюбике. И это украинский производитель Алена Тофель. Я решила купить, попробовать. В принципе, тюбик, в принципе, стоимость одного тюбика не такая высокая, 900 рублей. Вот, поэтому я купила первый, второй оттенок вот такой, как подложка под какие-то макияжи. Ну, такой, такие два натуральных оттенка. И вот такой для стрелки, для межреснички, для внешнего уголка 11. И сейчас, в принципе, я буду с вами также пробовать, потому что, наверное, все средства, которые у меня в сегодняшнем видео, я их практически один раз-два посвочила. Некоторые я посвочила больше и некоторыми красилась, а некоторые прям с вами будем пробовать. И у меня будут палетки, на которых требуется более детальный обзор, там и Huda у меня. И я, возможно, сделаю еще отдельное видео. Здесь такой мини-обзор и плюс отдельные видео будут на палетке. В общем, давайте попробуем какой-либо оттенок в качестве подложки. И я буду пробовать сегодня новую палетку от Huda Beauty. Сейчас я вам покажу. Итак, давайте посмотрим. Сейчас свочек сделаем на руке. И первый оттенок это холодный розово-серый такой оттенок. Такой розово-серый. И такой он мягкий, мягко тушуется. Мягко наносится, вот смотрите. Так, это единичка. Дальше у меня двоечка. Немножко вытекло маслице, но я думаю, что в дальнейшем не будет вытекать. Перемешать нужно хорошо потрогать, потому что здесь вот прям маслице вытекло. Надеюсь, видно. Вот единичка у меня, видите, как сливается с рукой, потому что у меня кожа холодная. Сейчас и сейчас 11 будем смотреть. Единственное, он такой вот прям для внешних уголков я взяла. Для использования в качестве подводки. Такой черничный, черничный оттенок. Вот такой. Классный. Мне кажется, что тушеваться будет хорошо. Можно, знаете, делать заготовку, так скажем, тушевку, как в карандашной технике. В общем, вот они. И очень много оттенков, в принципе, вышло перламутровых. Перламутровый пока я не беру. Такие они там металлики. Я вообще решила вот на пробу взять, потому что текстура и упаковка, похожие на Данесу Марикс, меня смущало. Но мне уже нравится. Я, конечно, посмотрю, не высохнут ли они за 3 месяца. Если они реально будут сложить более полугода, то я накуплю целую кучу оттенков, потому что тушуются они классно. Они очень мягкие, такие нежные, они как такие сливочные. Ну и в этой части видео, посвященном покупкам, новым покупкам и покупкам на Черную пятницу, я буду показывать мою красавицу-палетку от Huda Beauty. Это палетка Notty. Очень красивая упаковка. Она была вот в такой пластиковой, в принципе, как обычно, как всегда. И посмотрите, я уже ее выставила в Инстаграм и уже посвочила, да, и она уже не такая привлекательная, как вначале. Когда я ее открыла, я прям ахнула. Очень красивая, как какая-то коробка с конфетами. Дали, какая-то шкатулочка. Она славится вот этим, да, не славится, отличается, наверное, вот этим оттенком. Такие, видите, зернышки граната, как будто, вот, в такой какой-то гелевой текстуре, как будто запеченные гранаты, или как будто сок из гранатов, или сироп варили, или варенье, вот что мне напоминает. Какая философия этой палетки? Философия в том, что, почему она ноте называет, ноте в переводе с английского такой шаловливый, взбалмошный, непослушный. Это означает Худа. Худа ратует за права арабских женщин, восточных женщин. Она борется за их, продвижение их в этом мусульманском, да, арабском мире. В этом восточном мире считается сексуальность чем-то запретным, постыдным. И вот Худа таким образом пытается показать, что женщины восточные могут быть также сексуальными, раскрепощенными, как бы капризными, взбалмошными. Ну, как бы в этом плане, в этом ключе построено название этой, в том числе восточной, могут быть немножко балованными, взбалмошными, капризными. Ну, и палетка, как вы видите, это некое баловство, да, она, естественно, не на каждый день и не для каждой женщины. Это не такой вот взрыв какого-то экспрессии небольшой. Ну, вот вы меня поняли, наверное, да, не на каждый день, а в качестве какого-то эксперимента, в качестве баловства некого, не на каждый день на работу. Естественно, смотрите, какая она красивая. У Худа уже давно прослеживается такая фишка делать оттенки, такие вот неоднородные, неоднозначные, с краплениями. Здесь вы видите, что они такие вот, как какая-то бархатная материя, да, переливаются, переходят один и в другой, что-то такое намешанное. Вот. И у нее, если сравнить ее палетку с нюд, палеткой большой, то там уже была изменена текстура с каким-то вкраплением. А здесь вот прям мне напоминают вот эти оттенки. Вот этот, этот у меня в детстве. Бабушка шила куклам одежки вот такие из остатков такой бархатки. Вот такой, не фланель, а вот такая, например, бархатная ткань, которая вот как раз была вот-вот такая. И когда я увидела этот оттенок, и вот этот в том числе, я прям, мне дожавю какое-то прям в детство окунулась. Сама палетка, видите, такая вот, выплюнена в бордовой гамме, в бордовом пластике. И кажется, на первый взгляд, что она теплая. На самом деле здесь наполовину теплых и холодных оттенков. Много бордовых, много каких-то вот такой синий, да, какой-то синий переливающийся. Сейчас вам покажу с очи, и вы ахнете, какой он красивый. Здесь есть просто обычные металлики. И очень-очень яркие, красивые. Вот этот оттенок, ну, обычный, коричневый. Вот такой немножко вельветовый, кажется, но он просто коричневый. А вот эти, вот этот, они такие вот интересные, дохромы. А вот эти просто металлики, но достаточно яркие. Какое мое вообще впечатление об этой палетке? Нисколько не пожалела, мне очень понравилась. Она очень яркая, красивая, интересная, необычная. Как раз для меня, у кого уже очень много есть палеток бежевых, серых, коричневых, всевозможных, да. И вот такого плана, это просто, ну, такое вот разнообразие. И очень-очень оживление, наверное, доставило мне, я оживилась. Мне прям захотелось делать много макияжа, творить. Потому что она действительно прикольная. Итак, давайте посмотрим. Этот оттенок, он в такой гелевой текстуре. И обычно в этой части палеток у Худы кремовая какая-то текстура. Всегда это была подложка, такая светлая, матовая, как база по тени. Ну и вот она сделала такую интересную штучку. Видите, я немножко уже попробовала, она уже замыливается. Конечно, она не будет в первозданном виде. И просто когда перемешаешь, она будет такая оранжевая, бордовая, гелевая текстура. Можно ее использовать как блеск. Я думаю, что это как блеск для губ. А можно использовать как блеск на веко, чтобы сделать такой влажный макияж. Но, естественно, имейте в виду, что это для фотосессии держаться такая текстура не будет. Вот такая. Или на скулы можно сделать. Если делать для фотосессии, как влажное веко, классно будет смотреться. Вот такая. Давайте попробуем вот эти два прекрасных металлических оттенка. Они прям как кремовые. Они реально кремовые, их нажимаешь, и они надавливаются, мягкие. Вот. И... И вот этот оттенок. Такой прям маслица. Я не хочу надавливать, чтобы сильно текстуру не испортить. Вот. Дальше подумала бы, ну, вот этот оттенок. Прям мягкий. Очень красивый, переливающийся оттеночек. Сейчас я вам тоже покажу. Он очень мягкий, он очень мягкий, очень красивый. Вот. Дальше у нас есть вот такой оттенок. Плизми, да, называется. Тоже очень яркий, красивый. Потом, вот, вот этот, уже переливаешься, тоже другая немножко. Видите, история идет. Вот они такие переходят. Оттенки такие с разводом. Такая текстурка более крупная. Ну, вот такой вот коричневый. Оттенок коричневый. Ну, вот смотрите. В принципе, он такой просто вельветовый, но особо он не блестит. Ну, и вот гвоздем, мне кажется, этой палетки является вот этот прекрасный оттенок. Худо любит такие оттенки бордово-синие. Посмотрите, какой красивый. Остальные матовые. Остальные матовые, в принципе, они уже встречались в других ее палетках. И хорошие матовые, да, но уже были ничего особенного. Но я брала эту палетку только из-за этих прекрасных, необычных оттенков. Вот этот оттенок я вам не показала, но он тоже, в принципе, такой вот обычный. Вот. И набирается не сильно ярко. Вот он. Красивый, но не такой крутой, как... Красивый, но не такой крутой. Вот посмотрите на эти все 9 необычных оттенков. Все они или металлики, или дуохромы. Какие-то прям жирненькие такие металлики, да. Какие-то более полупрозрачные. У всех разные интересные текстуры. Ну и давайте сейчас попробуем эту палетку на веку. Так, давайте для подложки нанесу вот этот оттенок от Алены Тофель. В оттенке один милик. Красим один глазик. Потом второй. Смотрите, как хорошо тушуются. Мне очень нравится. И, конечно, я буду наносить вот этот оттенок. Очень красиво. Начинаю с подвижного века. Стираю я его кистью. Стираю я его кистью. Я нанесла на светлую подложку. Поэтому мне кажется, что этот оттенок не сильно ярко лег. Если на какую-то синюю подложку, фиолет, он раскрылся более ярко. Поэтому вот я растушевала. И я могу нанести какой-нибудь вот такой яркий сварку. Для яркости вот этот нанесю. Вот уже, смотрите, как красиво. Чуть-чуть пальчиком добавил для яркости. Так, теперь затемню внешний уголок. И оттенок вот у нас такой красновато-бордовый. Я пушистая кисточка слегка-слегка вот здесь по складочке растушую. Чтобы соединить темно-бордовый и складочку. Этот оттенок светлый я на нижнее веко сейчас делаю. Акцент будет все-таки больше наверху. Но низ я голеньким не оставлю. Также темно-бордовый беру. И аккуратненько, аккуратненько здесь. И мне нужно внутренний уголок сделать для внутреннего уголка. А для внутреннего уголка я хочу, забегая вперед, взять из вот этой прекрасной новой палетки Dior, палетка хайлайтера, вот этот прекрасный оттенок. Итак, хочу подвести сейчас ресничный ряд. И буду использовать вот этот тинт в одиннадцатом оттенке от Алены Тофель. Этот оттенок, он прям вписывается в эту гамму. Такой черничный, в то же время не черный. Вот. И не сильно яркий. Тушую. Такой у меня бордовый смокий получился. На слизисту буду все-таки использовать вот этот каял от Ян Сабон, новый светленький. Мне очень нравится, когда вокруг темный глазик, а этот карандашик. Прям выделяет слизистую. Вот так. Очень красиво. И с темной подводкой было бы тоже классно. Сейчас я накрашу реснички и потом второй глазик и вернусь к вам. Ну вот такой у меня получился виноградный макияж. Я его как бы называю виноградным. Очень красивый. И я хотела сначала два разных глаза сделать, но мне захотелось оставить этот макияж и пойти с ним. Потом после студии. Мне очень нравится и пофоткаться. Очень красивый. И у меня, кстати, в инстаграме просили сравнить эту палетку Ноти. Вот эту, да? С палеткой Нюр. Потому что она как бы тоже такая розово-бордовая. Хотя палетка Ноти совсем не розово-бордовая. Там половина розово-бордовых, даже меньше. Вот. И давайте посмотрим. Вот про эту палетку я говорил, да? Что это как бы, наверное, первый эксперимент ее в таком плане. Видите? Но здесь оттеночки другие. И она более розовая и более такая как бы... Такая вот пастельно-розовая. И если мы спробуем вот эти оттенки, то они немножко другие. Они не такие кремовые, как оттенки в палетке Ноти. В палетке Ноти они, ну, совершенно другие. Они, вот вы видите, да? Давайте сейчас вместе поставим. Как бы гамма кажется похожей. Знаете, из-за чего? Из-за того, что в палетке Ноти, вот в этой верхней, да? Коробочка бордовая. Из-за этого складывается ощущение, что вся палетка тоже бордовая. Вот. А в нижней палетке Нюрт. Коробочка розовая. Но, как вы видите, там другие оттенки. Они все отличаются. Даже бордовая здесь более приглушенная. В общем, Нюрт она более приглушенная палетка. А Ноти она более яркая. Бордовая здесь более яркие оттенки. В общем, я надеюсь, как бы вам видно было. Я не знаю, буду ли я делать отдельную палетку. Прямо со свочами, чтобы было на Нюрт. По-моему, я делала обзор на Нюрт. Не помню. Но я думаю, что вам и так. Я видно. Если вы хотите еще макияж в других оттенках с палеткой Ноти, вы мне скажите. Я обязательно сделаю. Ну, то есть в более такой, да, золотистой гамме. Теплой. Сейчас я сделала в более бордовой. Потому что у меня одежда, да, кофточка сегодня розовая. И, естественно, более бордовая гамма лучше. Вот. Но это точно моя гамма. Потому что у меня голубые глаза, холодная кожа. И вообще я люблю такие, такого плана макияжа. Вот. Значит, что? Что я еще хотела сегодня показать? И новинку. Это, конечно же, палетка хайлайтеров в розовой гамме от Dior. Это палетка 004. Да, она так и называется. Я ее ждала. Сильно дешево не получилось ее взять. Сильно со скидками. Потому что, кроме Ревгош, по-моему, нигде не было этой палетки. И в Ревгош в эту черную пятницу хренушки давал скидки нам. Вот. Поэтому, ну, чуть-чуть дали. Чуть-чуть купила дешевле, чем обычно. У меня уже две палетки. Вот. Я единственное не брала теплые. Там вышли еще две теплых, по-моему, и бронзовых. Может быть, летом я возьму. Но вот на данный момент я хотела розовую. Потому что сейчас как раз холодно, пасмурно. И вот эта гамма мне больше всего подходит. Я очень люблю розовую гамму. И давайте немножко посвочим. Как и предыдущие палетки. Диор такого плана. Тут хайлайтеры очень яркие. Их можно прям заполировать. Вот, посмотрите на эту красоту. И, наверное, плохо будет видно. Ну, может быть, перелив. Переливчик видно. Вот этот розовый оттенок, он такой полу-хайлайтер, полу-румяна. Но тоже для любителей можно просто как хайлайтер розовый использовать. Он красивый. Возьму такую белочку. Белочка очень хорошо шлифует. И я буду использовать, наверное, вот этот. Все-таки такой розово-персиковый оттенок. Посмотрите, очень ярко, очень ярко он хайлайтерится. Тут прям видно. Хотя можно было и вот этот оттенок мне взять. Потому что у меня кожа сейчас пулетная. И более холодная. Можно его тоже. Этот оттенок чуть более персиковый. Этот более розовый, прохладный. Этот прям розовый, а этот прям такой белозолтый. Если их смешивать, тоже классно будет очень. Под кофточку у меня как раз входит. Так, и я хочу немножко розового, как бы в качестве румян. А потом еще румяна добавить. Давайте я возьму вот это уже побольше. Сюда прям. Ух, он сильно розовизну не дает, но посмотрите. Просто хотела показать новые мои румяна. Я не помню, показывала или нет вам. Может быть, я показывала видео на моделях в инстаграме. Если кто в инстаграме подписан. А если нет, подписывайтесь. Вот такие. Это 028 Актрис от Dior. Обожаю эти румяна. Классные. И еще у меня в виш-листе 219-й оттенок. Более розовый в хотелках. Этот такой вот прям красивый, розовый, натуральный. Без холодного тона. Сегодня я контуринг не использовала. Я просто накрасилась, затонировалась, запудрилась. Контуринга нет. В принципе, наверное, уже не буду делать контуринг. Вот, хотела просто вам новый продукт показать. Поближе. Посмотрите, оттеночек. Вот такой розовый. Вот. Если видно. Ну, из помад у меня несколько новинок. Но я не буду сразу все показывать. Буду по чуть-чуть. Сегодня я хочу показать вам помаду Huda. У меня есть уже оттенок один. Но новый оттенок, который мне очень нравится. Мне кажется, к этому макияжу он хорошо подойдет. Это матовая помада, очень классная по качеству, мягкая. И она не сушит губы. Помада от Huda Beauty. Вот в таком прекрасном оттенке. Оттенок называется RANDES VIEU. Или RANDEVU. Не знаю, как правильно. И очень красиво. Сейчас у меня есть контур. В качестве контура я использовала сейчас ШИК оттенок Monzo. Мои любимые карандаши. Мне кажется, они волшебные просто. Личный оттенок. Вообще обожаю эту помаду. Когда были скидки, она продалась по 1300 в Сифории. И я вообще пожалела, что я еще не купила много оттенков. Я купила красную. Попозже вам покажу. И вот эту RANDEVU или RANDES VIEU. Очень красивая. Я люблю такие оттенки. Они такие розовые, но в то же время не холодные. Нейтральные розовые. И мне кажется, они очень хорошо подходят мне. И большинству светлокожих, холоднокожих девушек. По оттенку давайте я его покажу на руке, чтобы вы еще так имели представление. Посмотрите, какой-то он мягкий, кремовый. Сейчас я немножко вот так. В то же время хорошо держится, не скатывается. Вот такое. Очень красивый оттенок. И мне кажется, я как-то осенью запала на помады. Я накупила несколько себе помад, хотя давно не покупала. Все болело тенями. А сейчас вот прям мне захотелось разных помад накупить. Вот такой мой образ. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть на мои ночи. И, конечно, не конец. Следующее видео будет тоже посвящено новинкам. Я думаю, это скоро. Также смотрите в моем инстаграме. В инстаграме можете быстрее посмотреть. Свощи, в стори и также в посте. Обязательно ставьте лайк. Поддерживайте меня. В этом видео я тоже надеюсь, вы поставите лайки, кому понравилось. Я думаю, что многим было интересно посмотреть новинки. Хотя очень мало, мне кажется, я показала. В следующих видео обязательно покажу. На следующей неделе или в конце недели обязательно сделаю видео. Я постараюсь по максимуму показать еще продукты, которые я купила. Может, еще что-то мне придет после Черной пятницы со всеми вами. Прощаюсь. Очень вас люблю. На протяжении, не знаю, 10 лет вы со мной многие. И вы мне уже многие как родные. Некоторых уже знаю. Кто мне там пишет постоянно в инстаграм. Очень рада, что вы со мной. Поддерживаете меня. Очень быстро пролетел 2020 год. Я даже не успела оглянуться. В марте началась эта вся история с пандемией и уже конец года. Даже не знаю, как подводить итоги, если честно. Сложно. Сложно подводить итоги этого года. Но, надеюсь, сделаю. Как всегда, по традиции.